Блогеры знаете, как ездят? Йохоу на все бабки! И поэтому мы её и в хвост, и в гриву, и прям... Китайский. Самый что и на есть китайский. Из компании BMW. Антипл боббр... Антипл... Антипл буксовочная система. Сначала слониками пахнет, а через 5 минут ты начинаешь любоваться животным. Не пахнет. Супротек. Генеральный партнер народного автомобильного журнала. Когда я вижу китайский автомобиль, у меня сразу что-то такое патриотическое в голове появляется. Типа солнце светит нежным цветом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская страна. Мне досталась вот эта очень классная машина. Havail H6 Coupe и никак иначе. Havail. Ну, товарищи китайцы просят, чтобы мы Haval называли Havail. Но ведь если называть его Havail, то, как читать назад, лавах, все равно звучит прикольнее. Итак, две недели она у меня стояла под снегом. Для чего я это сделал? А черт его знает, не хотел я ездить на этом автомобиле. Несмотря на все его прелести. А щетку взял в другой машине. Собственно, эксперимент называется «Запах». Мы же привыкли, что все китайские автомобили пахнут. Что бы вы мне ни говорили, что бы ни говорили мои, так сказать, коллеги по цеху, которые уже тестировали этот как бы новый автомобиль. Китайский запах все равно присутствует. Он не столь силен, как на более ранних автомобилях из страны восходящего солнца. Нет, страна восходящего солнца – это Япония. А это страна желтого дракона. Так вот, неважно, страна каких-то там драконов все равно пахнет, понимаете? И не новым автомобилем, а китайским. Итак, «Хавэйл». Кнопочка, кстати. Ну, очень гуманно завелась. При этом две недели машина практически стояла. Итак, компания «Хавэл» – это люксовое подразделение компании «Грейт Волл». Ну, как все нормальные парни, решили сделать люксовый бренд для того, чтобы выйти на рынок более пафосно и красиво. И, наверное, у китайцев это получилось. Но об этом чуть позже. Что мне понравилось сразу в этом автомобиле – это, естественно, внешность. Он не такой, как китайцы, ну, в том представлении, в котором мы себе их представляем. Это, скорее всего, некий европейский автомобиль. Ну, не зря же китайцы на автосалонах валяются под машинами, бегают с рулетками, с блокнотиками. Получился такой милый сердцу стиль. Вроде как и «Тигуан», вроде как и «Ауди», вроде как и «Рейндж Ровер». Но при этом все такое европейское, сбалансированное. Кстати, машину проектировал дизайнер, который, ну, можно сказать, наверное, его переманили. Ну, вот так, сдернул из компании «БМВ». И что приятно, если посмотреть на кузовные зазоры, все очень аккуратненько сделано. И ты начинаешь задавать себе вопрос, а китайский ли это автомобиль? Китайский. Самый, что и на есть, китайский. Ну, примерно такой же, как все дворники киргизы. Сейчас будем выезжать. Клиренс 17 миллиметров. И только передний привык, что, согласитесь, для кроссовера, ну, так вот, слабовато. Вы думаете, это я, лошара, да, давлю на газ, чтобы колеса крутились? Нет. Хавейл по-другому не умеет. Он, если трогается так, чтобы на все бабки, прям, чтобы шипы из асфальта вылетали. Вот они получаются. Медленно и не спеша выехать. Черепицу шурша едет хавал не спеша. Ну, согласитесь, хавал звучит лучше, чем хавэл. Опять же, можно сказать, ты хавал. И ты такой, да, я хавал. Итак, чем сильнее прогревается автомобиль, тем сильнее начинает пахнуть в салоне. Но это потому, что вы, да, как это сказать, ну, заканчиваются ночные испарения автомобиля. Потом запах выпадает. Ну, это как вот вы в конюшню заходите. Сначала слониками пахнет, а через 5 минут ты начинаешь любоваться животным. Ну, примерно то же самое. Зато жена ваша всегда, подойдя вечером, целуя вас в лобик и принюхиваясь в поисках духов другой женщины, всегда поймешь, что ты ехал на своем автомобиле. Ты всегда будешь пахнуть приятным фенолом, легкой отдушкой фенольной. Но в этом нет ничего страшного, потому что что нас не убивает, то делает нас сильнее. Дерзкий автомобиль, понимаете? Ты нажимаешь на педаль газа, и он все время срывается, срывается, он все время делает жжжжж. Наверное, потому что у меня стоят шипы. Наверное, потому что скользко. Но все равно, где же антипробукс... Антипробукс... Антипробуксовочная система. Где? 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 Она здесь есть, но я ее не вижу. В китайских автомобилях есть все, и это радует. Из неудобного. Очень неудобные большие зеркала. Реально неудобные. Они огромные, в них все видно. Понимаете? Это разве удобно? Нет, это отвратительное. Крыша сверху панорамная. Ты поднимаешь голову, и тебе тоже это не нравится, потому что ты видишь, как сверху срут голуби. Понимаешь? Ты можешь заглянуть в вороне под юбку. А я воспитан не так. Ха, смотри, чувак по встречке едет. Снимай быстрее. Дебилы в городе. Поехали, потроллим его. Я люблю тебя, Москва. Да. Вы, дедушка, даете. Город контрастов. Так, ладно, пора помыть этот автомобиль, чтобы вы насладились фактурой. Ну что, отмыли чуланчик, и сразу он заиграл всеми производителями, дизайнерскими решениями мировых брендов. Но при этом, обратите внимание на зазоры. Мы привыкли, что китайские зазоры, они какие-то не зазоры. А тут все, в принципе, все гуманно. Тут чуть поуже, тут чуть пошире, тут совсем широко. Но в целом это в глаза не бросается. Решетка радиатора. Железная. Геодики. Внешность потрясающая. Хавал. А знаете, как называется цвет? Только не смейтесь. Синий. Армениан Блю. Собственно, на этом можно было и закончить весь рассказ про этот автомобиль. Армениан Блю. Мне кажется, Армения должна подать в суд на китайцев. Армениан Блю. Почему не грин, ред, блэк, а блю? Не знаю. Так, далее. Пороги накрыты пластиковыми накладками. Это сделано для того, чтобы не пачкать ножки. Понимаете? Даже китайцы уже поняли, что пороги должны быть чистые. И в отличие от других производителей, накрыли пластиком, чтобы эти, как это сказать по-русски, закругления не ободрать. Молодцы. И сразу же тебе в глаза бросается светящаяся надпись «Хавал». К багажнику сразу, а потом в салон. H6 купе. Ну, разница на самом деле от «не купе» – это вот эта стойка. Как бы немножечко она как бы вот сжата. И если просто H6 и H6 купе – это машины на разных платформах. На минуточку. Здесь есть такая штука – автоматический подъем. Он про... Багажник. Как заявляют сами китайцы, примерно 200 литров по полку. Ну, примерно 400. Небольшой, но на самом деле вместительный. Потому что если сложить сиденье, я попозже покажу, получается ровный пол. И грузовая площадка увеличивается примерно в два раза. Эрганайзер. Так как у меня комплектация жирная, здесь есть сабвуфер. Но все равно, опять же, для всяких мелочей здесь, ну, есть кармашки. Есть полноразмерная запаска, что тоже приятно. Ну, садиться не буду, чтобы хоть чем-то отличаться от других блогеров. Задняя спинка регулируется в трех положениях. Складывается, как я уже говорил. Ну, ладно, практически в ровный пол. Понимаете? И все сделано, зараза, аккуратно. Хочется докопаться до чего-то. Я очень стараюсь искренне. Фонарики. Подогрев сидений. Подлокотничек. Тоже необыкакой. Видите? С бардачком. С подстаканничком. Не пахнет. Грустно, товарищи. Очень все грустно. Обшивка. Все мягенько. Слишком мягенько и приятно, чтобы похоже было на правду. Да где ж ты, Алла? Моторчик. Грязный моторчик. Грязный. А вот почему-то в представительстве решили, что моторчик должен быть грязный. Итак, двухлитровый. 190 лошадиных сил. Турбированный 16 клапанов. 310 при 2500 оборотах в минуту. Открываю крышечку, чтобы вы увидели двигатель. И посмотрите на него внимательно. Он алюминиевый и очень узнаваемый. Кстати, пишите в комментариях, что это за мотор. Отгадать на самом деле не сложно. Но меня китайцы не будут ругать, потому что я отодрал у них вот эту вот штуку. И все опять же аккуратно. Как? Как они это сделали? Хочется сказать парню с АвтоВАЗа. Ну, по старой доброй традиции, купите китайца, разберите его, посмотрите. Или позвоните на завод. Я думаю, китайцы будут рады помочь нашим автопроизводителям, как из говна и палок с помощью эволюционного процесса сделать, ну, в принципе, неплохой автомобиль. И тут начинается, собственно, самое интересное. Садишься в салон автомобиля и пытаешься тоже судорожно найти какой-нибудь косяк. Самый главный косяк, это, конечно, мультимедийная система, которая на самом деле всего лишь магнитофон. Тут нет ни навигации, ни прострации, ни люстрации, ничего нет. Вот эта шайба, это просто делает звук. Нет, ее можно, конечно, покачать, как в дорогих BMW, но потому что у нее есть маленький люфт. Итак, в данном автомобиле хочется все потрогать, как незнакомую молодую девушку, когда ты с ней знакомишься за рушку подержаться. И я вам рекомендую, потрогайте. Это BMW 83-го года, ну, ладно, там, 90-го. Мягкий пластик, мать вашу, как? Почему китайцы могут себе позволить мягкий пластик? Ну, наверное, будем думать, что другого у них нет. Панорамная крыша, видели? Огонь, господа! Эмбиентная подсветка. Я специально выучил это слово, чтобы блеснуть перед вами знанием темы. Вот, ее можно менять, у нее несколько цветов. Это хорошо видно под потолком. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, лучше оставить синенький, как на дорогих Туарегах. Тем более, здесь, опять же, есть отсылка к Туарегу. Зеркало боковое с поворотником внутри. Китайцы-компиляторы. Так, понимаете? Они компиляторы прекрасного в неплохое. Регулируемая колонка рулевая. В двух плоскостях. Кайф. Руль очень удобный. Мультируль, господа, мультируль. Понимаете, здесь спорт, карбон. Ну, такой карбон, конечно. Посредственный подлокотничник. С двумя пивками. Розеточки. Климат-контроль. Ну, вообще, стилистически все это напоминает Фольксваген. Даже сбоку Фольксваген. Ну, такой, переработанно, адаптированный под условия китайского тяжкого труда. Но все равно это Фольксваген. Ну, здесь чуть-чуть кривовато. Ну, здесь чуть-чуть шатается. Но, товарищи, мне все не нравится. Ну, я же не могу говорить, что все нравится. Не нравится. Мне не нравится, потому что хорошо. Понимаете, вы опять будете писать в комментариях, дядя Ваня, тебе заплатили китайцы. Нет. Но было бы неплохо. Да. Так, что еще? Полочка, из которой не влетает телефон. Печечка, которая хорошо работает. Сиденье, в котором удобно сидеть. Боковая поддержка даже есть. Ну, такая она, конечно. Условная, но дядьки с большими ушами по бокам совершенно спокойно сядут. Ты не чувствуешь ущерба. Бортовой компьютер цветной, красивый. Даже этот магнитофон тоже неплохо смотрится. Есть камера заднего вида. Есть камера бокового вида. А? Ну, не смогли китайцы сделать, так сказать, дорогую функцию, чтобы было видно вокруг машины панорамную. Вот. Но зато я вижу правое колесо. Мне удобно парковаться. Камера находится, кстати, под зеркальцем. Вот пепельница. Причем тоже из представительства с какой-то бумажкой. Но я тоже ее оставлю. Следующий человек, который будет после меня рассказывать про этот автомобиль, должен обязательно мне передать привет с помощью этой бумажки. Вот, видите? Все регулируется. Все кайфно. Ненавижу я их. Ненавижу. Мне стыдно. Мне стыдно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще очень, знаете, мне теперь опять еще. Вот не нравится мне. Сидеть удобно. Я устроился удобно. И мне это не нравится. Понимаете? Должно быть неудобно в китайском автомобиле. Это Аксиома. И так, коробка здесь. Ну, просто полный отстой. Понимаете? Немецкая. Борг Варнер. Два сцепления. Аналог немецкого ДСГ. Я не чувствую, как она переключает. Понимаете? Не чувствую. А коробка, и со мной оператор согласится, должна переключать. Иначе стоит ты едешь и не чувствуешь, как она переключается. Ты не чувствуешь, за что ты заплатил деньги. А машина, между прочим, стоит. Их три комплектации. Поставляется только вот в том виде, в каком она есть. На от... Сейчас посмотрю, чтобы не обмануть вас. Извините. От миллиона трехсот до миллиона пятисот тысяч. Ну, согласитесь, это должно быть стыдно. За китайское ведро полтора миллиона рублей. В которой есть все. Понимаете? Есть здесь все. И китайцы почему-то не просят дополнительные деньги за дополнительные опции. Они, походу, не умеют торговать. Вот у меня складывается ощущение. Чем они нас пытаются заманить? Они нас пытаются заманить современной оптикой. Хорошей коробкой передач. Двигателем в 190 коней турбированным, который за 9 секунд разгоняется до 100. Устойчивостью в поворотах. Она, конечно, немножечко нагибается в поворотах. Но так, чтобы ты прочувствовал. Руль наливается тяжестью. Ну, куда это годится? Я что, на BMW еду? Я хочу пальчиком одним крутить, понимаете? И независимо от скорости. Независимая подвеска сзади, независимая подвеска спереди. Дисковые тормоза. Вы что? Ну, согласитесь со мной, пацаны, что сзади должны быть барабанные тормоза. Во-первых, это красиво. Барабанные тормоза. Да? Ну, это красиво. Можно сам барабан, этот самый, как, господи, тормозной барабан покрасить в красный цвет. А? И сразу стиль, и сразу стайл, и сразу понимает, что за рулем профессионал. А здесь что красить? Здесь все хорошо покрашено. Машина, кстати, БУ, подчеркиваю, это 2017 год. У нее пробег 15 тысяч. На ней ездили блогеры. Такие же, как я. А блогеры, знаете, как ездят? Йо-хоу на все бабки, понимаете? Не бережем мы прокатные представительские машины, потому что это не наше. Мы хотим прочувствовать, мы же профессионалы, мы хотим прочувствовать все нюансы автомобиля. И поэтому мы ее и в хвост, и в гриву, и прям... Поэтому службу блогера как один за два. Значит, она по нормальному раскладу, 30 тысяч пробега. И ее, кстати, ни разу не ремонтировали. Но она до сих пор выпускается. Это новый автомобиль. Мотор точно такой же ставится на старшего брата, который похож на Land Cruiser, который тоже красивый, забыл эту штуку, но номер 9. Но там просто побольше турбинок. Здесь он такой поспокойнее. То есть, если этот мотор раздуть и поставить туда... Ну, вы понимаете, к чему я веду? То есть, этот мотор будет ходить в вечность. Нахрен мне в вечность. Ну, скажите, зачем мне двигатель, который не ломается? Хотя я не знаю, но 15 тысяч... Да, 15 тысяч. И пока ничего не сломалось для китайцев. Кажется, да у нас по 150 тысяч ходит, знаю. Но мы же про китайца расскажем. Здесь в любом случае что-то должно быть не так. Ну, вот я пытаюсь найти что-то не так. Катаюсь как пони по кругу цирковая. Лишь только для одной цели. Чтобы она пошла плугом. Кстати, отклик на педаль газа, парни, можно наваливать. Прямо сразу подхватывает. И вот я катаюсь и катаюсь. Быстрее, рейща в поворот хожу. А она плугом не идет. А она вот, ну никак. Не хочет она заходить плугом. Не хочет. Все время ровненько по траектории. Ровненько, 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 ровненько. Меня уже укачало от этого ровненько. Вот. Вот. Ну нет. Траектория не меняется. Ах, грустно, товарищи, грустно. Преселективная семиступенчатая коробка. Климат-контроль. Камеры. Есть все. Двухступенчатый подогрев спереди-сзади. Неплохая музыка. Вот так. Ну, неплохая. Стоимость доступная. Резюме. Китайцы натянули автоваз. С головы до пят. Вот прям стыдно. Но. Китайцы продают не автомобили. Китайцы продают варианты. Понимаете? То есть, ты их рассматриваешь, их продукцию, их машины, не как самостоятельный автомобиль, а как вариант, если не хватает на что-то другое. То есть, как бы, вот сейчас популярен Тигуан. Прям реально популярен. Он бьет все продажи. Прям в космос. А китайцы могут предложить очень похожие, но подешевле. Но по комплектации в чем-то даже богаче. И вот когда мы начнем рассматривать автомобили китайские как автомобили, а это произойдет уже завтра, вот тогда все удивятся. Я не призываю вас покупать китайские автомобили. Я призываю вас уже воспринимать китайские автомобили как автомобили. Понимаете? И сегодня Made in China уже воспринимается по-другому. И это немножечко пугает. Хотя, чего русский боится? Вообще ничего. С вами был дядя Ваня. И эмоциональный рассказ про автомобиль Great Well H6 Cope. Как будто я пытаюсь кого-то заколдовать. Все, пока. Продолжение следует... Продолжение следует...